МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелюстуда и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Тут выховывают саправдных мужчин. Боенно-патриотичный центр СКИФ стал лауреатом специальной премии президента Беларуси. Обмерковали выники, вызначили планы. Сегодня в Гомеле прошло поширенное посажение областного совета громадской организации «Белая Русь». Белич уникальной природы по лесу у каждым кадры. Наши корреспонденты отправились на фотопалевание у Нацпарк Припятский. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Палаце Республики урушена престижная национальная премия за духовное одражение. Ее лауреаты и владельники специальных премий президента Беларуси стали ведомые напередодни. Отповедные указы подписал керавник державы. У приватности за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за межой, значный уклад в выховании творческой молодой. Специальная премия присужена коллективу национальной державной телерадиокомпании. Сирот лауреатов престижной узнагороды и представники нашего региона. Уладельником специальной премии президента за уклад в патриотичное выхование молоди стал военно-патриотичный центр специальной подрыхтовки допрызывной молоди «СКИФ». Больше как 20 годов он функционует на базе Речицкого отдела Департамента Аховы Министерства внутренних справ. Тут подлетки, проходясь поветро-надесантную, альпинистскую, водолазную, так-так-специальную подрыхтовку, займаются смешанными одиноборствами, вучатся оказывать першую даурочебную допомогу. «СКИФ» что год проводит каля 30 мероприемств у Тымлику и Межнародных. Мы вельми гоноримся, что «СКИФ» заслужил такую вагу. А с нашим кероник-центра Владимир Габроу будем развиваться и удосконаливаться далей. Подвяли выники и вызнашили планы. Сегодня в Гомеле прошло поширенное посяжение областного совета Республиканского громадского объединения «Белая Русь» на аппаратку дня, обмеркование, сделанное в минулом году и постановка новых метов на 2020-й. С подробностями Евгения Кухаронак. Гомельская областная организация «Белая Руси» объеднула в СВЖ 26 тысяч человек. За минулый год огольными намаганиями удалось провести и реализовать 1140 мероприемств и проектов. Ах, это 95 что месяц. Тут и работа с активом организации, для якого проводились аддукационные семинары. И проведение громадских приемных. За год на их поступило каля 500 зворотов. И, конечно, активную делу кампании по выборах депутатов Палаты представников национального схода. У легкообранных представников Гомельской области 8 членов Белой Руси. Шарговая и самая важная электоральная кампания краины пройдет уже селета. Докладная дата выбора президента Республики Беларусь поколь невядомая, однако готовность на высшейшем узровне. Когда они пройдут на сегодняшний день, еще неизвестно. Даже если они будут объявлены в ближайшие дни, даже если такое произойдет, то наша организация будет готова принять участие в пикетах, в сборе подписей, в агитационных мероприятиях. Потому что выборы – это очень существенная часть нашей работы. И большой опыт в части проведения агитационных кампаний у нас тоже имеется. Славится Гомельская областная организация так само и своими традиционными акциями и конкурсами. «Белая Русь детям», «За здоровое поколение», «У Новый год с Белой Русью», областные творческие споборненства «Спадшина» и «Золотое перо Белой Руси». Есть в широких прикладах региональных проектов, створенных у вынекупленного супрессонства, с іншими организациями, объединениями, предприемствами и компаниями. Гомельский городский оркестр на протяжении последних нескольких лет очень плотно, тесно и плодотворно сотрудничает с общественной организацией «Беларусь». У нас есть прекрасный совместный проект, который называется «Ритмы планеты». Мы говорим не только о культуре Беларуси, о нашей музыкальной прекрасной составляющей, но и показываем культуру различных стран и говорим о том, что только все вместе мы можем добиться прекрасных результатов во всем, абсолютно во всех сферах жизни. В 2020 году реализация проекта протягнется. План работы организации узгоднили подчас посещения совета. От новых идей тут так само не отмавляются. Они обовязково будут. Пропановы принимаются в любой час и, как показывает практика, худко реализуется. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Огомель». Дитяши дом семейного типа открыли сегодня у Мазыры. В аутульном коттедже будут жить пять детей-сирот. Веншаванье с новоселем примала мать и выховальница Галина Филиппова разом с мужем Валерием Аудзюниным. У пары двое дорослых детей, тому муж и женка вырошли поделиться теплом с теми, кто оказался позбавлены батьковского клопоту. Теперь на выховании Мазыран два хлопчики и три девчонки. Огульная площадь двухповерхового дома омаль 190 квадратных метров. У покоях есть мебель, цацки, необходное обсталявание для кухни. По периметру усталявана вонковая виды и надзиранья. На уладкование дома для великой семьи было накеровано больше за 450 тысяч рублей, половоз яких выделена из республиканского бюджета. Отзначим, это уже другой дом такого типа у Мазыры. Гомеля был моемость до конца студени выставить на аукцион больше за 20 объектов нерухомости, актуальные пропоновые в разных кутках региона. Так, на сегодняшние торги были выставлены 4 гаражи у Мазыры, разные пацане и площадки, двухповерховый администрационный будинок и вытворчий корпус. На завтрашний аукцион до продажи пропонуется буйный объект у Гомеля с пошатковым костом 7 базовых величин. Студенские аукционы запланованы так само на 21, 23 и 28. С всеми пропоновыми можно ознайомиться на сайте комитета Гомеля обломаемость. Дивный мир полесе в фотообъективе. Генеральный директор Национального парка Припятский Стяпан Бамбизове думает не только своими профессионными досягнениями, но и творчими. На его рахунку три малявнейшие фотоальбомы, просвещенные природе уникального белорусского региона и его же харам. Завтра устроился Дмитрий Котов. Подрыхтовка кожного выдания потребовала карпатливой працы. На сбор здымков могло уходить до пяти годов. У первых два альбома вошли здымки природы и ее насельников. А у третьих и кадры со знакомитого фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полеся». Как-то мне польские представители подарили фотоальбом, называется «Полесье». И вы понимаете, был потрясен тем, что как не откроешь страницу, так обязательно там бардак, развал, разлом везде. Но я в ответ решил издать свой. Назвал его «Мое Полесье». У них «Полесье» называлось. Я издал вот это «Мое Полесье», где увидишь, что это край, развитый край. Посмотрите, какой прекрасный населенный пункт Ляскович, даже наши дороги. Посмотрите, какие лица людей на фестивале. Фотоальбом «Мое Полесье» отримался с оправдой незвычайным. Эта книга, створенная не фотографом, журналистом и письменником, а человеком, для кого фотография у всего только хобби. При этом каждый кадр радует пригожостью, передает любого автора до родных местинов. Этот последний альбом, я его несколько раз переделывал, от текста написать. Потом пересмотришь, кажется, что-то не так. Опять начинаешь переделывать, менять, все, в конце концов, как-то доходишь до того, чтобы оно тебе нравилось. Майстерство фотографий Степан Бамбизе вучился сам. Вывучал специальную литературу. Зараз удосконаливать навыки, допомагая интернет и знакомство с фотографами, которые приезжают на фотопалевания у нацпарк. Я дружу с многими фотографами, иностранными у меня такие друзья, которые приезжают ко мне всегда, и мы вместе фотографируем. И вот любой день отработали, вечером садимся, и все включают свою аппаратуру свою, и начинается эта шлифовка. Все, потом делимся впечатлениями, делимся, показываем друг другу фотографии, которые сегодня наснимали. Национальный парк «Припятский соправдный рай» для аматоров фотопалевания. Тут можно встретить лосев, оленя, волков, лис, кабанов, рысев, множество разных птушек. У каждого есть шанс сделать, саправдой, уникальные кадры. Это вот такие фотобудки, мы расставляем в местах, где много зверя, где концентрация зверя. Звер привыкает, и фотографы рассаживаются. Здесь бывает, живут по несколько дней. Туристы наши, белорусы, иностранцы приезжают. У нас их таких несколько полян оборудованных. Поэтому это вот такое одно из направлений, экологический туризм. Наблюдение за птицами, фотографирование диких зверей. Степан Миколаевич – соправдный энтузиаст, человек творший, который никогда не спиняется на досягнутом у любой справе, за которую бы не взялся. Вось и у любимым хобби мкнется спастигать новые вершины. У планах створения некольких сторонок у социальных сетках, как дивный свет полеся для людей стал еще больше открытым. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. 25-го студеня вызначатся именные девчонки, которые представят Гомельскую область в финале национального конкурса «Пригажоси МИЗ Беларусь-2020». Региональный кастинг пройдет областным громадско-культурным центром. До дела им журы вызнашило 115 претенденток по выниках попередних отборов во всех районах в области. Потребования доудельниц у взросла от 18 до 24-го годов, грамадянство Беларуси, добрые внешние дадзины и рост не ниже за 174 сантиметры. После областного отбора финалистки отправятся на подрыхтовку в Минск. Нагадаем, что финал конкурса «МИЗ Беларусь-2020» запланованы на май. Сегодня у Гомеля ушановили спортсменов областного отделения Беларусской Федерации «Дзюдо». В урочистой церемонии приняли удел коля 150 человек. «Дзюдо» сегодня один из основных видов спорта в регионе и особливо популярный сирот молодцы. До речи новое поколение вельми перспективное и дозволяя различовать нагушные поспехи в будущем. До приклада, у Ягор Трухан мощнейший у своей взрослой категоры спортсмен Беларуси. Минулый год для Яго выда�ся удалым. На рахунку три медалей, две золотые и одна бронзовая узнагороды Кубка Европы. А так само неодноразовые перемоги на республиканских споборництвах. Поднялись также на ступень десятую строчку мирового рейтинга среди дедаистов от 1999 года до 2000. В регионе на молодцы робят серьезную ставку. Коли казать про самые статусные узнагороды, то за Олимпиадой в Токе надей не звязывают. А вот про 4 года упевненный выник Будя. Мы можем сказать, что еще буквально на пару-тройку лет мы были в небольшом застое, то на сегодняшний день спортивный резерв, именно юноши, они показывают достойный результат. И практически все возраста у нас они поднимаются на ступеньки пятистала на республиканских соревнованиях. На сцену по часу загороджения занимаются спортсмены, а так само их тренеры. Кожный отримливает свою узнагороду за унесенный уклад в развитие дзюдо в Гомельской области. Эти и другие новины вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуске завершен. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомельском областном суде сегодня огласили приговор троим жителям агрогородка Юровича Калинковического района, которые обвинялись в серии преступлений. Молодые люди больше года держали в страхе население агрогородка и в итоге были задержаны по подозрению в совершении убийства, двойного покушения на убийство, хулиганство, изнасилование и незаконных действий в отношении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. На скамье трое неработавших и ранее судимых молодых людей из Юровичи. В 2018-м они стали совершать немыслимые поступки. Топорищем избили своего односельчанина. После кулачной расправы над одним из знакомых поместили его в подполье, нанесли множество ударов руками и ногами местной семейной паре. Крики женщины услышал сосед и вступился за потерпевшую. Тогда лихие молодые люди переключились на него и избили мужчину до смерти. Агрессивно вели себя и перед оглашением приговора. По совокупности статей старший из них получил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Среднему дали 23 года и 6 месяцев. Младшему 13 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Также в счет возмещения морального вреда в солидарном порядке осужденным предстоит выплатить потерпевшим 110 тысяч рублей. Приговором суда сегодня судебная коллегия по уголовным делам постановлена обвинительный приговор в отношении 26-летнего, 21-летнего и 18-летнего нигде не работающих ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей агрогородка Юровича Калинковического района за совершение ряда тяжких, особо тяжких преступлений на территории указанного агрогородка в течение 2018 года. Обвиняемые признаны приговором суда виновными в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью, группой лиц, а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений группой лиц, лицами ранее совершившими покушение на убийство. Кроме того, старший из обвиняемых признан виновным в незаконных действиях в отношении составных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в совершении иных действий сексуального характера и изнасилований совершенным лицом ранее совершившим преступление предусмотрено статьей 167 Уголовного кодекса, а также в совершении им особо злостного хулиганства. Приговор не вступил в законную силу В Гомеле после столкновения автомобиль вылетел на тротуар и врезался в жилой дом и столб. Авария произошла 8 января примерно в 20.00 на улице Полеской. По словам очевидцев, столкнулись две джили. Один из водителей не справился с управлением. Его автомобиль выехал на тротуар, врезался в осветительную опору и оказался зажат между ней и жилым домом. От удара у машины вырвало колесо. Неспокойной остается обстановка на дорогах городов региона в подтверждение тому новый видеофакт нарушения. В Гомеле водитель на иномарке проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил двоих пешеходов. Трагедия могла произойти на улице Интернациональной. Люди стали переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и, приблизившись ко второй полосе, едва не попали под колеса красного седана. Тот сбавил скорость уже на перекрестке. Нарушителя разыскивает ГАИ. Сообразили на троих и обокрали продуктовый магазин. В Гомеле подвыпившие мужчины вынесли из торговой точки продуктов и алкоголя на сумму более чем в 1200 белорусских рублей. Местом преступления стал магазин по Речицкому проспекту. В момент проникновения там сработала сигнализация. Задержали воришек милиционеры департамента охраны. Собутыльники успели набрать спиртного и продуктов на сумму 1240 рублей. А в Речице неизвестные проявили свое новогоднее настроение актом вандализма. Хулиганы повредили архитектурный объект напротив городского дома культуры. Неизвестные вандалы разгромили купол, защищающий городской фонтан. Нарушителей разыскивает милиция. Это вся информация выпуска. В студии работал Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельские ВРЗ и столицы сыграли перенесенный матч шестого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Поединок проходил во дворце спорта Уручья и завершился победой хозяев 3-1. Причем забивали исключительные игроки столичной дружины. Щербич, Грицина и Роговик поразили ворота противника. Королишин срезал мяч в собственные. В турнирной таблице команды поменялись местами. Столица поднялась на третью строку ВРЗ на четвертом месте. Уже в ближайший уикенд состоятся матчи 12-го тура. Кадровые изменения в тренерском штабе футбольного клуба Гомель работать в новом сезоне с первой командой зелено-белых будут Игорь Кунаш и Антон Амельченко. Антон Амельченко тренировал вратарей в дубле Гомеля. До приезда в город над Сожем Игорь Кунаш работал старшим тренером Могилевского дня ПРО. Покинул Гомель Александр Кульчин. С 2018 года специалист работал в тренерском штабе зелено-белых, а в сентябре прошлого года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Россиянин Сергей Могорилов покинул Гомель. Контракт с голкипером расторгнут по соглашению сторон. В форме рыси Сергей Могорилов провел три матча, сыграв в общей сложности 132 минуты. Процент отраженных бросков 85%. В Гомеле сегодня состоялось первенство области по дзюдо среди юниоров. Календарный год для спортсменов в этой возрастной категории начинается с первенства Беларуси. Оно состоится на будущей неделе в Могилеве. Региональное первенство это отбор на республиканский старт. Место в сборной области обеспечили себе лидеры Виктория Новикова и Егор Трухан за право занять остальные вакансии боролись в спорткомплексе Гомсельмаш. Стоит отметить, что Гомельская область традиционно сильна в этой возрастной категории. В нынешнем году наши спортсмены также намерены бороться за высокие места. По результатам прошлого года наша сборная команда заняла первое место общекомандная среди юниоров и юниорок. Поэтому как бы кадеты заняли первое место в прошлом году. Поэтому мы стараемся традиции поддерживать. Я думаю, в этом году выступим не хуже. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.